Добрый день, уважаемые коллеги! Прежде всего, я хочу поблагодарить организаторов за возможность в очередной раз оказаться в замечательной Латвии, в замечательной Риге, на гостеприимной земле, и пожелать, чтобы конференция продолжалась, конференция шла, расширяла свою географию, и, конечно, чтобы были возможности для хорошей публикации, хороших знакомств и хорошего обмена опытом. Это замечательно, что у вас это получается. С 2007 года Российским научно-просветительным центром «Холокост» организуются международные конференции для студентов, аспирантов и молодых учёных по теме «Холокост. Память и предупреждение». За все эти годы конференция проходила в Волгограде, Санкт-Петербурге, Казани, и, наконец, с 2012 года она проходит в Москве. Предлагаемая к обсуждению тема «Холокоста» позволяет реализовать принцип междисциплинарности гуманитарного знания в противовес традиционному подходу работ секций на университетских конференциях. Дело в том, что обычно в рамках дней студенческой науки проходят заседания по отраслям знания, то бишь историки слушают историков, а филологи – филологов и так далее. В нашем случае в общей массе докладов, которые посвящены как истории, педагогике, психологии, культурологии и различным другим гуманитарным наукам, удается выявить те проблемные точки, которые актуальны в современности. Очевидно, к примеру, что пополнение числа сторонников отрицания «Холокоста» связано не только с тем, что у людей существуют определенные психологические основания и комплексы, воспитанные в поколениях или в конкретных людях, но и проблемы с лаконами в источниковой базе и противоречия в имеющейся историографии в рамках количественных методов при подсчете жертв. Именно поэтому умение работать с материалами из смежных дисциплин на сегодняшний день является одной из наиболее ключевых компетенций у современных студентов. Общей тенденцией для студенческой науки последнего времени можно считать не столько снижение качества проводимых исследований, сколько трансформацию представляемого жанра этих работ. В противовес научным трудам стали появляться учебно-исследовательские работы. Задача учебно-исследовательских работ – это объединение реферативного материала, то, что обучающийся открывает для себя, но не для науки, и с зачатками аналитической работы, то бишь некое привнесение новизны в материал. На то есть ряд причин, и они достаточно очевидны. В педагогике отмечается, что период юности у современной молодежи значительно оттягивается, и оттягивается вместе с тем период взросления. Таким образом, если еще 15-20 лет назад можно было говорить об осознанном выборе высшего учебного заведения, или же выборе профессии, то в настоящее время приходится говорить, что воспитанием мотивированности и некоторой осмысленности в данном вопросе приходится заниматься на первых курсах учебных заведений. Именно поэтому в качестве отбора на конференцию поступает очень большое количество работ по историографии Холокоста. Вернее, так заявляется в названии. Скорее всего, это некоторые библиографические обзоры, но никак не историография. Поэтому такие работы, конечно, в массе своей не проходят для участия в работе в связи с отсутствием, в принципе, темы исследований и новизны. Однако не стоит негативно относиться к такой тенденции. Коль скоро таковы реалии современной жизни, то мы к ним должны адаптироваться и заниматься, прежде всего, начинать с учебно-исследовательских проектов, иначе мы не сформируем навык подготовки собственных исследовательских работ. В последние годы наблюдается и еще одна тенденция, однозначно положительная. Речь о том, что молодые люди занимаются разработкой проектов, имеющих практическое значение. Это тот случай, когда работа написана не в стол или для публикации, а имеет социальное значение и начинает функционировать за пределами научной среды. Приведу некоторые примеры. На базе Госуниверситета учебно-научного комплекса в городе Орле в рамках заседаний спецкурса профессора Аронова его участниками разрабатывается и совершенствуется модельная статья от Российской Федерации для Организации Объединенных Наций, касающаяся запрета отрицания Холокоста. Предполагается, что статья получит соответствующую оценку со стороны представителей российских научных и политических кругов и будет предложена для утверждения на мировом уровне. Другой пример. Магистрантка из Историко-архивного института Анна Копосова, обучающаяся по специальности туризм, руководитель профессора Мажаева, разработала экскурсионный маршрут по местам массовых расстрелов евреев на территории Белоруссии. Причем автор дает детальное описание проекта с упоминанием гостиниц и основных сроков пребывания у каждого конкретного объекта. Увы, пока нет четкого понимания, какова аудитория экскурсантов и сможет ли этот проект выжить без грантовой поддержки. Однако уже в 2015 году по линии и при поддержке Центра Холокост этот проект будет реализован на практике. В последнее время увеличивается число работ психолого-педагогической направленности. Это вызвано вовлечением в деятельность Центра Холокост топовых вузов из регионов России. Несколько лет назад приставка «педагогический» была вычеркнута из уставов высших учебных заведений, но традиция не поменялась. Выпускники по-прежнему получают специализацию по профилю педагогика. Традиционно сильными являются работы представителей из Санкт-Петербурга, из Санкт-Петербургского педагогического университета имени Герцена. Ежегодно по 2-3 человека на конференциях у нас выступает оттуда. Отмечу несколько тенденций применительно к педагогическим исследованиям. Во-первых, по сравнению с концом 90-х годов, отечественная школа отказывается от традиционного рассказа о Холокосте только в контексте курса истории. Сегодня все больше используется такой подход в контексте преподавания общества знания, где есть возможность упомянуть о международном гуманитарном праве, об основах прав человека и воспитании демократической гражданственности. Последние сюжеты, кстати сказать, внедряются по линии общих для нас программ Совета Европы. Во-вторых, и это не новость для педагогических программ Европы, но достаточно редкая вещь для практики в России, я хочу сказать о применении компетентностного подхода в образовании, когда на примере темы Холокоста дети учатся работать с небезопасным коммуникативным пространством, то бишь медиа и социальными сетями. Как это работает? Учитель дает задание написать реферат по теме Холокоста, в котором обучающийся должен рассказать о термине и его содержании в самых общих чертах. Узость материала у Холокосте, представленная в учебниках, не позволяет выполнить данного задания на основе этого учебника. Обращение к библиотеке как к источнику знаний очевидно минимум, так как проще всего сделать компиляцию из интернет-источников. Русскоязычные поисковики, в том числе и Яндекс, и Гугл, выдают в топе ссылок, в том числе несколько антисемитских статей и антисемитских сайтов. Информационное наполнение интернета прямо противоречиво, что порождает у учащегося проблему, а что же истинно. Таким образом, перед обучающимся пример исследовательской задачи, поставленной достаточно широко. Решить эту задачу помогает учитель, объясняя сущность интернета, понятие контента. В принципе, эта информация расширяет знания об электронных технологиях. Это задача для преподавателя информатика. Или же учитель-историк рассказывает о понятии источника, его достоверности, а также необходимости вводить в работы ссылки на литературу. Таким образом, в рамках учебной работы можно совмещать работу по распространению знаний о Холокосте и навыков работы с интернетом и литературой. Полагаю, что такие исследования и такие сюжеты, которые все чаще звучат в работах молодых педагогов, могут найти хорошее положительное отражение на практике. Традиционно многочисленный блок любой конференции – это блок культурологический, посвященный живописи, поэзии, музыке о Холокосте. Представляется, что именно эти источники играют и будут играть ключевую роль в формировании исторической памяти о трагедии. Подобно клиповому мышлению, возможно, своего рода кодировка или программирования в широких массах населения, если можно так выразиться, впечатления о Холокосте посредством яркой картины или музыкального произведения. В ожидании быстрого получения информации общество однозначно отфильтрует многочисленную историографию или слишком длинные статьи Википедии. Только краткость или эмоция будут восприняты. И эти тенденции тоже очень хорошо ощущаются молодыми людьми и прослеживаются в работах. Сфера культуры первая реагирует на намечающееся потепление в политических отношениях. И наш случай – это не исключение, потому что 2015 год – это год столетия со времен событий армянского геноцида, безусловно, уникального и неповторимого, как неповторимы все исторические события. Однако в широкой печати не принято говорить о типизации этих геноцидов. Слишком сильны политические противоречия стран-игроков на мировом поле. И все же в этом году в России прошли совместные мероприятия, памятные, посвященные трагедии Холокоста и трагедии геноцида армян. А на нашей конференции прозвучал доклад о стилистических особенностях изображения трагедий в культуре русских, армянских и израильских художников. На этом все. Благодарю вас за внимание. Готов ответить на ваши вопросы. Спасибо. Скажите, пожалуйста, насколько студенты продолжают свои исследования на протяжении нескольких лет? Как меняют интересы? Не отслеживали это? Вы знаете, в большинстве случаев, все-таки, к сожалению, это учебно-исследовательские работы, и большинство студентов после того, как один или два раза выступают на конференциях, дальше, так сказать, уже уходят в совершенно другие сюжеты. Традиционно в науке и в исследовании Холокоста остаются все-таки историки. Студенты-историки, которые далее пишут дипломные работы, выпускные работы именно по Холокосту. То есть чаще всего это для историков характерно. И, в принципе, ну, как правило, здесь, конечно, безусловно, сильна школа руководителя научно-просветительного центра Холокост, который изначально направляет в определенные сюжеты молодых студентов, так что они и продолжают именно эти выходные темы. Я хотел бы еще сказать, что я имею в виду на церковь, и в студии, как правило. Сегодня уже, как бы, мы замечали, в студии, как правило, о том, что применять понятие Холокоста, применять его для геноцида армян, как далее, нет или согласно, и что с этим нужно достаточно жестко даже бороться. Вы говорите о том, что в России идут конференции, где-то сравнивается, ну, как бы, изменяется. Вот я хотела бы узнать, как разносится с какой позиции в прошлом лекции нашим. Я здесь выскажу свое частное отношение к данному вопросу. Безусловно, любое историческое событие не имеет однозначного повторения. И, конечно же, геноцид армян, Холокост или же геноцид в Руанде обладают определенным количеством общих мест, единых, да, и в определенной степени отличаются. Но я считаю, что в случае с российской исторической памятью, с российской действительностью, безусловно, тему Холокоста и тему геноцида армян можно и нужно сравнивать, и отчасти объединять. Но это моя частная позиция. Вот, Леонид Иванович, скажите, пожалуйста, почему Центр Холокост никогда еще и в сотрудничестве с оборудованием кузников никакого, так сказать, нет ни дружбы, ни работы совместной, ничего? Чем это объяснить? А вот когда мы в этом году, в прошлом году, с ними как-то связались, с помощью Канова, относительно создания двух памяти за Псковской области, так нам Илья Ваш, Альтман, нанес такое вред, что до сих пор и для обрассиваясь в ладу. И не Гердер. Кстати говоря, Гердер было выбрано, когда они кончились в качестве одного и три второго. Не одного раза, первый раз только на разводе было, а там было десятки раз собраний. Просто в лет не шло. Она когда избиралась, она говорила, что нам будет защищать интересы общества, бывших кузников фашизма. Ни слова никогда нам в них не шла. Так что вас Центр-Колокос не знает, для кого он и что он. Я начинай в общество, вы знаете. Конечно. Павел Маркович, ну, всё-таки это вопрос вне рамках моей заявленной темы. Безусловно, есть сложности во взаимодействии различных организаций. Как знаете, старая шутка о том, что на два еврея есть три синагоги. Поэтому, безусловно, есть разные особенности и аспекты взаимодействия между организациями. Но всё-таки я надеюсь, что тема исторической памяти, исторической справедливости и тема увековечения памяти, это, безусловно, важная и нужная работа, которой нужно заниматься только вместе. Потому что и так людей, которые эту работу ведут, и так слишком мало, чтобы ещё и были какие-то противоречия. Поэтому моя позиция такая. Я вам самостоятельно взялся помогать, а сделал наоборот.